приветствую друзья получил сегодня посылку от хэнка часто покупаю у него хороший продавец молодец но опять же почтой сингапура сейчас чуть дольше стало ехать нежели раньше доставка увеличивать сроки с чем связано раньше максимум две недели сейчас и по 20 и по 30 дней долговато бывают пути посылки давайте откроем посмотрим что здесь lenovo s8 я заказывал если не ошибаюсь golden warrior который но не в золотом цвете а именно в сером цвете потому что золотой на любителя но телефон неплохой меня часто спрашивают возможно кто-то невнимательно читает или не смотрит часто обзоры мои ну или первый раз действительно человек может быть попал по поводу цены пишут на коробке допустим снял я бумажку покажу что пишут вот видите 120 долларов бывают смартфоны дорогие по 200 долларов по 300 я говорю оценил 120 долларов это не значит что смартфон стоит 120 долларов это для таможни чтобы не было претензий на случае если будет скрытие есть вот такая бумажка называется invoice для таможни то есть видите продавца данные его печать мокрая подпись якобы за колючкой какая стоимость 120 долларов его реквизиты и так далее это на пусть если вскроет таможня потому что мы знаем сейчас максимум можно 150 кажется евро если не ошибаюсь поэтому желательно чтобы не превышать эти лимиты такая коробочка тугая такая плотная коробка у леново никогда не получал в таком цвете коричнево так давайте посмотрим пленка подарок протирачка бесполезная сам смартфон комплектация инструкция кабель обычный простой переходничок вилочка и блок питания то есть зарядка зарядка у нас сейчас посмотрим насколько если вам видно не знаю сейчас сфокусирую потому что на темном фоне плохо видно на 1 ампер достаточно будет данной зарядки инструкция бесполезная китайская то есть видите гарантийка там ничего нет все на китайском языке сам смартфон положу пакетик силикон лежит чувствую уже упакован смартфон силиконовый бампер если вам интересно вот так вот выглядит они стандартные сейчас сделать именно в темном цвете вот таком коричневом или в белом простой понятный но удобно заглушки есть то есть влага чтобы не попадала хоть как-то защищала гнездо и так далее для наушников и смартфон смотрите друзья на что он похож очень похож на lenovo к 900 10 внешне очень похож по форме именно если мы смотрели обзор даже вот эта структура на вот такого примерно цвета графитового а здесь тоже такой темный цвет но цена неплохая мне нравится цена цена в районе 150 160 долларов здесь мтк 92 наклейка то есть видите заклеены специально скотчем таким вот прозрачным чтобы не поцарапалась или чтоб не попадал мусор и так далее камера если не ошибаюсь на 13 мегапикселей качелька громкости справа со специальной структурой обработкой в виде насечки красиво смотрится когда свет попадает включение смартфона сверху вот здесь вход под наушники здесь уже продавец приоткрыл чтобы не искали где открыть вход под наушники гнездо левая грань ничего на ней нет и вход под зарядку синхронизация с компьютера на стандартном нижнем торце бывают конечно разные случаи и сам динамик тыльная сторона снизу не будет насколько он прикрывать или громко проверим вход под микрофончик вспышка светодиодная и камера давайте откроем глянем под крышкой смартфон тонкий не тяжелый по идее легенький давайте на весы скину в кину посмотрим сколько весит данный смартфон если не ошибаюсь батарея 2000 было заявлено если не ошибаюсь точно не помню сейчас проверим точно и на весы с батареей смотрите 147 грамм хороший вес то есть не тяжелый смартфон это хорошо потому что не каждому бывают смартфоны нравятся тяжелые как лопаты и давайте глянем под крышкой что у нас скрывается вообще-то можно было не открывать здесь есть специально видите такой зазор сверху чтобы открыть крышку аккуратненько длиного скользкие смартфоны нужно быть аккуратными вот это все глянец по периметру поэтому вот крышечка смотрите такая с уплотнителем чтобы не было ни прогибов ничего прижимала хорошенько бумажка защищает контакты много плотненько бумажку сторону ну и смартфон версию я заказывал видите 3g с 2g версия sim 1 sim 2 обе симки стандартные не микро тоже большая редкость наше время расширение micro sd на 64 гигабайта и батарейка батарейка тоненькая на 2000 миллиампер то есть батарея не большая легенькая где-то толщину где-то около 4 миллиметров но у lenovo хорошая всегда оптимизация поэтому если батареи 2000 до действительно будет 2 здесь всегда по-честному накрываем крышечку вот так надо вставлять сначала вот эту часть а потом уже остальное то есть у них вот такая вот структура необычная так что тут мешает нам плотненько крышки хорошая у lenovo вот именно четенько садятся ровненько редко где бывают зазоры вот я закрыл хорошо видите и очень хорошо у меня был когда lenovo k910 обзор если вы смотрели на моем канале он такой живой смартфон здесь мне даже сборка больше нравится от его пока открыл попробовал очень похож по сборке на lenovo с 650 именно сестра пользуется моим таким смартфон я и покупал ей нравится небольшой знаете на 82 мтк давайте включу пока все никак не привыкну кнопки везде всех по-разному посмотрим заряжен ли да заряжен хороший смартфон не нравится единственное что батарея 2000 не так уж и много но хорошая оптимизация именно у lenovo по батарее поэтому здесь всегда в плюсе у lenovo 2 гигабайта рам памяти тоже если не ошибаюсь посмотрим потому что я уже запутался столько смартфонов могу ошибаться пленка наклеена на дисплее дисплей хороший смотрите какая оболочка красивая вот эти шарики пузыри какие-то вот такая от разблокировка ну здесь такая полу китайская прошивка посмотрим что по языкам у нас для начала так 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 location storage language на выход английский стоит несколько разновидностей даже английского есть тайский болгарский македонский прикольно никогда не видел есть русский украинский язык будем настраивать смотреть уже более детально что еще видим хороший русский язык об устройстве данная система сильно изменена от оригинальной поэтому обновление может привести к выходу системы из строя связи с этим возможность обновления отключена интересно интересно ну посмотрим световая индикация ну всегда у lenovo есть мне это нравится вот не знаю почему многие почему-то производители отказываются от индикации световой она стоит копейки но вот звонки пропущены смс какие-то уведомления это действительно очень важно по поводу яркости смотрите яркость у нас стоит авто отключаем большой запас то есть высокий запас яркости смотрите и ну где-то наполовину сделаю пускай будет видно высокий запас яркости отключение дисплея экранные заставки размер шрифта защита глаз ночью этот режим предназначен для использования телефона в темноте в редких случаях некоторые кнопки приложения могут не работать интересно что это такое а вот видите то есть становится более теплые цвета и понижается яркость тоже прикольно хороший дисплей такой прикольный приятный галерея камера 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 на нож или что-нибудь мы в android сходы хорошая камера смотрите нормально фокусируется всегда проблема у lenovo именно с фокусировкой не знаю почему почему-то у них проблемы с фокусировкой особенно в макро и тут на русском уже хорошо разрешение у нас 13 мегапикселей стояла 9 давайте поставим 13 правда будет скорее всего не широкоформатная да ну ладно разберемся так что еще здесь режим съемки обычный хранение в телефон память супер ночной режим пейзажа вот это да интересно что это такое активная камера задняя так что здесь баланс белого дополнительно и снайпшот много всего у lenovo всегда в камере много всяких фишек но неплохо то есть дисплей видим сколько чего показывается можно от пальца делать снимок по поводу что тут фильтры hdr панорама и так далее то есть вот такая вот фишка видео слайпом переключаете записывать но неплохо вот мне нравится цветопередача очень хорошая и неплохая друзья кстати камера очень даже неплохо по поводу звучания не знаю слышно вам или нет камера хорошо фокусируется то есть довольно таки быстро не нужно подгонять даже структуру хорошо видно буду тестировать конечно с вами уже в обзоре поделюсь давайте посмотрим так правка обрезать повернуть передать так а где же инфа инфа здесь сведения до видим разрешение какое 2 мегабайта действительно апертура 2 и 2 принципе неплохо и по поводу фото смотрите друзья очень даже неплохо пока что нравится и неплохая камера у lenovo всегда камеры действительно неплохие не знаю бывают они проблемы именно с макро с позиционированием то есть смены фокусировки до full hd видео внутри gp конечно же и послушаем как работает смотрите какая плавная камера очень быстро не знаю такое ощущение как будто кадров от 60 подобная встречал на юми zero прикольно по крайней мере первые впечатления смартфоне позитивные ну и дизайн тоже приятный и сборка опять же немаловажно знаю как будет процессе тестирования но очень важно и сборка потому что lenovo k910 как холодец весь был а здесь очень неплохо на этом все друзья спасибо за просмотр постоянным зрителям лайк от вас друзья и подписывайтесь на канал новые подписчики всем будем рады наша группа заходите алекс real на наш сайт конечно же bad android всегда новости постоянно обзоры будете первыми всегда в курсе новостей последних всем удачи до новых встреч друзья пока